Парк Победы в Речице Эти аттракционы благодаря речицкой предпринимательнице Валерии Тарасовой Эти аттракционы появились здесь год назад, а уже в декабре 2015-го речичане получили рядом и новое заведение общественного питания – кафе «Апельсин». Здесь не продают алкогольные напитки. Интерьер яркий и красочный. Есть открытая терраса на втором этаже. Все это уже по достоинству оценили родители с детьми. Да и меню апельсина пришлось по вкусу посетителям. Мы пришли к меню такому, которое было бы быстро, вкусное, которое любят дети. Это картошка фри, гамбургеры, хот-доги, пицца. Много видов пицц 12-13 плюс детская пицца, которая сладкая, с йогуртом, с вишней, с клубникой. Валерия Тарасова рассказывает, она много путешествовала за границей и подсмотрела идеи для организации детского досуга, которое позже и воплотило в речице. Предпринимательница хорошо знает, что нравится детям, ведь сама она – многодетная мама. Детский боди-арт у нас, значит, это роспись на лице, на руках, рисунков. В выходные дни у нас работает художник, рисует. Потом также детские все праздники у нас проходят с привлечением клоунов, детской анимации. Также наши все аттракционы, которые очень популярны. Вы видите, вот сейчас 10 часов утра, а у нас уже дети, практически полная комната детей. Кафе-бар для взрослых «Нептун» на набережной Днепра и детский апельсин в парке. Таковы сегодня составляющие бизнеса Валерии Тарасовой. Однако вполне вероятно, что предприимчивость и желание развиваться станут для бизнес-леди основой для реализации и других интересных задумок. Речица без преувеличения – один из красивейших городов нашего региона. Здесь есть все для комфортной жизни. Немалый вклад в развитие города, да и района в целом вносят и предприниматели. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса здесь составляет более 6,5 тысяч человек. А это целых 15% экономически активного населения Речицкого района. Местные власти отчетливо понимают, партнерство государства и бизнеса взаимовыгодное и стараются частную инициативу поддерживать. Один из механизмов – работа комиссии по развитию предпринимательства и созданию новых производств. В состав комиссии по развитию предпринимательства входят заинтересованные службы, с которыми в процессе деятельности приходится сталкиваться с субъектом хозяйствования. Это налоговая инспекция, фонд социальной защиты, отдел по чрезвычайным ситуациям, отдел внутренних дел. При необходимости привлекаются другие заинтересованные службы, которые способны разрешить возникающие проблемы у субъектов хозяйствования. В результате проводимой работы наблюдается значительное увеличение доли частного сектора в экспорте товаров и услуг. Так, экспорт товаров за последние пять лет увеличился очень значительно с 17% в 2012 году до 40% в 2015 году. Немаловажным является и вклад частного сектора экономики в бюджет района. Он увеличился на одну треть за последние четыре года с 17% в 2012 году до 22% в 2015 году. Значительным является и привлечение рядом частных организаций прямых иностранных инвестиций. Этот показатель тоже увеличивается. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций увеличился с 2,8 миллионов долларов США в 2012 году до 3,9 миллионов долларов США в 2015 году. Честное предприятие «Стальгрид» – один из крупных экспортеров района. Почти 95% продукции фирмы, а это гвозди для пневмоинструмента, поступают на экспорт в Россию, Казахстан, в страны Евросоюза. За более чем 15-летнюю историю предприятие завоевало на зарубежном рынке хорошую репутацию, в первую очередь благодаря качеству продукции. В 2009 году произошла основная модернизация производства. Основной вид деятельности – это гвозди, сваренные в катушках и в полосках для пневмоинструмента. Было приобретено оборудование мировых лидеров. В 2009 году предприятие стало резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ротон», что также же способствовало развитию экспортных поставок. В 2009 году «Стальгрид» выпускало 60 тонн гвоздей ежемесячно. Сегодня это уже 300 тонн. Однако развитие предприятия последних лет связано не только с ростом объема производства. Здесь освоили и новое направление деятельности. На территории Республики Беларусь мы единственные производители скобы для гофротары. Опаковка гофротары используется для медленной скоба. Мы запустили это производство в 2014-2015 году. Мы ее успешно производим, реализуем на территории Республики Беларусь. Мы получили также сертификат Международной ассоциации производителей поддонов «ЕПАЛ». То есть мы можем сейчас выпускать гвоздик клеменные для производителей поддонов. В перспективе «Стальгрид» планирует расширить ассортимент гвоздей, а также освоить выпуск новой продукции, материалов для мягкой кровли, что наверняка позволит этому частному предприятию еще более упрочить свои позиции. Сегодня в Реческом районе насчитывается более 2000 субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них 1900 индивидуальных предпринимателей и более 450 организаций. Отдельный разговор о фермерских хозяйствах, ведь бизнес на земле, пожалуй, один из самых непростых. Здесь успех зависит не только от предприимчивости самого человека, но зачастую и от благосклонности небесной канцелярии. За время работы на земле бывало всякое, делятся представители фермерской династии «Хоменок». Приходилось и на своих ошибках учиться, и с погодой силами мериться. Однако, благодаря трудолюбию и уважению к земле, хоменки создали крепкое фермерское хозяйство, которое сегодня является успешным семейным бизнесом. Мы работаем с 1992 года. В числе первых фермеров мы начинали. Сразу взяли 30 гектаров земли. Потом 50. А сейчас, на данном этапе, у нас 200 гектаров. У нас два хозяйства. Сын мой и я. Также у меня жена работает. Взять, дочка, бухгалтерию ведут. Короче, каждый свои обязанности выполняет. Сегодня основное направление, которое развивают фермеры «Хоменок» – овощеводство. Вращивают капусту, морковь, помидоры, картофель. И снабжают ими практически весь Речицкий район. Недавно занялись еще и клубникой. Первоначальные результаты уже радуют. И это несмотря на то, что погода в этом году неблагоприятствовала. Секрет нашего успеха состоит в том, в первую очередь, что мы стараемся получать выгоду от хозяйственной деятельности, не привлекая заемные средства. То есть наш главный успех, что мы не имеем никаких долгов. Ну и, конечно, трудолюбие, желание работать, отсутствие лени. Младший Виктор Хоменок учился в Гомеле, не раз бывал за границей. И все же, имея немало возможностей для развития вдали от родных мест, вернулся и продолжил семейное дело. Ну знаете, как в этом поговорке, у Сапожника сын Сапожник. Поэтому у меня и дедушки пример перед глазами, и отца. И вся семья у нас здесь работает. Поэтому другого выбора у меня не было. Земля, она ценит добросердечных и ответственных людей. Если человек работает на земле, значит, его земля будет отвечать ему тем же. Такой жизненный подход Виктор Хоменок-младший усвоил с детства. И в выборе своего пути не сомневался. А вот для того, чтобы нынешняя молодежь трудилась на земле, уже необходимы совсем другие условия, считает фермер. Я считаю, для того, чтобы молодежь прилечь сюда, нужно, чтобы у нас развивалась деревня. То есть фермер, он не может все охватить или даже до того же супа, он не может охватить все. Понимаете, для того, чтобы молодежи нужен комфорт. Молодежи нужен кафе, молодежи нужен Wi-Fi тот же, им нужно какие-то развлечения до супа. Молодежь бежит из деревни не потому, что здесь плохо. Здесь хорошо, особенно летом. Мне кажется, не все от нас зависит. Тут больше все-таки зависит от того, как будет деревня развиваться, какие средства в нее будут влаживаться. В планах на перспективу у фермера Виктора Хоминка-младшего строительство консервного завода и создание агроусадьбы. А развитие на селе сфер производства и услуг и станет наверняка тем самым вкладом в развитие современной деревни. Милости прошу заходить и завтра. Людмила Мостковская, хозяйка агроусадьбы «Намера-34» в деревне Милоград Реческого района, гостеприимно приглашает съемочную группу на мини-экскурсию по территории. Уже 7 лет она вместе с семьей развивает сферу услуг. А начиналось все, по сути, тоже с труда на земле. Речь идет о питомнике декоративных растений, которые, к слову, функционируют и сегодня. Чего здесь только нет. Мы держим очень неплохую коллекцию и многолетников, и хвойников. Они у нас в контейнерах. Хранятся они здесь же на площадке. Зимуют замечательно. В нашей зоне адаптированы. Очень много разных сортовых пионов. Очень много интересных хост. Гей-хер большое количество. Коллекция приличная уже собранная. У нас очень много сортов фигел, барбарисов. Очень много прививок штамбовых, которые мы закупаем на доращивание. Сама же агроусадьба «Намира-34» сегодня включает в себя жилой комплекс, способный разместить до 15 человек, баню и территорию для отдыха компаниями побольше, с банкетным залом на 50 человек и открытой верандой на 100 человек. И все это размещается на уютной территории, похожей на своеобразный мини-парк, с водоемами, беседками, альпийскими горками и зонами отдыха. Я всегда любила принимать и люблю принимать гостей. То есть у нас всегда очень-очень много было гостей. И как бы очень хотелось что-то открыть свое, такое закрытое, уютное, чтобы у многих была ассоциация с бабушкой, с домом, с уютом. С 2009 года мы начали работать. Построили небольшой комплекс, который я вам показывала. Сначала у нас было две комнаты, небольшая гостиная, начался спрос. Люди хотели приезжать большими компаниями. Мы добавили еще помещения, спальные места. Начали приезжать, уговаривать нас провести какие-то мероприятия с ночевкой. Поэтому, в общем, мы начали расстраиваться. Информация о Милоградской агроусадьбе «Намира-34» сегодня есть и в туристических рекламных проспектах, и на специализированных сайтах. Однако и в 21 веке самым авторитетным источником остается сарафанное радио. О гостеприимстве хозяев «Намира-34» посетители передают из уст в уста, и от клиентов нет отбоя. Сама же Людмила Мыстковская, анализируя причину успеха, называет несколько составляющих. Во-первых, природа. Во-первых, начнем с того, что на территории усадьбы высажено очень много интересных растений, редких растений. Это, в общем, тоже немаловажно. Есть и сосны кедровые различные, и магнолия у нас цветет. Как бы в этом плане здесь изюминка. Домашняя еда, которая вкусная, домашняя, приготовлена здесь сейчас, прямо от печки. Даже летом мы топим печь для того, чтобы взять и курочку в горшочке, и голубцы, и колдуны. Вот такие домашние блюда. Некоторые вещи есть наши, ферменные, которые мы готовим только у нас. Мы стараемся, конечно, не напрягать людей. В общем, все, что возможно. Хотите экскурсии, пожалуйста. Будем в лес, пожалуйста. Сейчас мы сотрудничать начали с музеями, вышли на них, если нужно, завести гостей наших. И наш комплекс, конезавод тоже, пожалуйста. Ну вот вы видели, и фазанов разводим, и фотосессии. Агроусадьба – бизнес семейный и довольно хлопотный, как и любая работа в сфере услуг. Чтобы всем угодить, нужно приложить немало усилий. Но у семьи Мыстковских все получается. Места в игроусадьбе забронированы на несколько месяцев вперед. А у Людмилы Мыстковской тем временем родилась еще одна идея. Очень хочется сделать усадьбу, знаете какую? Не вот в таком стиле, а в стиле деревенского бабушкиного домика. Печка, мазанка, металлические кровати. Только чтобы это было все чистенько, красивенько, аккуратненько. Чтобы это все смотрелось хорошо. Это должно быть все санитарно, чтобы человек не брезговал. Но это должно быть вот такое, как у бабушки в деревне. В Реческом районе программа «Деловые люди» была уже не единожды. И каждый раз после общения с местными предпринимателями возникало четкое понимание. Это не просто творческие и предприимчивые люди. Они искренне любят свое дело и верят в свои силы. А значит, впереди реализация еще не одной яркой бизнес-идеи. На радость местным жителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова